Я люблю этот город, а раз я его люблю, поэтому я именно здесь и нахожусь. И он мне нравится энергетически даже. Мне нравится гулять по городу Омску, потому что это тихий, духовный город. И здесь у меня все мои мысли складываются так, что у меня появляются новые идеи. Идей очень много. Именно здесь родились и микроминиатюры, которых нигде в других странах нет. Здесь новые книги образовались, которых тоже в других музеях нет. Анатолий Коненко, первый в Сибири художник-микроминиатюрист. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как создатель самой маленькой книги в мире. Художник, график, скульптор, профессор Российской академии естествознания, директор компании «Сибирский левша». Я родился вообще на Урале. Жил и учился, то есть я имею в виду в школе, это в Казахстане, в северном Казахстане. А потом уже приехал в город Омск поступать на ход граф, быть художником, графиком и так далее. Вот именно в город Омск. Я работал на линолеуме, делал гравюры, делал выставки. Так все это и было до тех пор. Я так и думал, что я так и продолжил. Но в итоге ушел в ту область, чего я и не знал, нигде этого не преподают. Мне хотелось изобрести что-то новое, как всегда, что-то новое совершенно в искусстве или в чем-то другом. Я всегда думал, что либо мне заняться макро, церетели типа этого, либо в микро. Я сначала изучал философски, что это такое. И понял, что, в принципе, что внизу, то и наверху. И выбрал правильный путь, как я сейчас понимаю. Ушел в микро. А это значит минимум материалов, минимум средств. Я могу эти выставки перевозить с города в город или со страны в страну. Не нужны мне проблемники. Я всю выставку положил в карман и поехал. То есть я тут тоже правильно сделал. Ну и все. И так потихоньку, потихоньку я все это изобретал. Но не понимал, что это во что-то может вылиться, честно говоря. И никто этого не знал. Вот эта книга, она сделана уже не как книга. Это всего-навсего футляр для книги. Вот так открываем. А там внутри книга лежит. Я вот так ее закрываю. И эта книга еще интересна тем, что она издает звуки. То есть можно, допустим, посвистеть. Вот, знаете, так. Раз я художник, значит, я думаю, что я сейчас начну что-нибудь рисовать маленьким. Начал, думаю, сделаю живописные работы. Пытался, пытался. Прошло много времени. Я так и не смог ничего сделать. Не получалось у меня. И через 12 лет только первая живописная работа появилась. Это значит, нужно сделать кисть, микрокисть. Нужны акварели и еще какие-то другие краски, которыми на микро уровне. А там, если вы посмотрите, ну совсем вот по-другому все выглядит. Совершенно по-другому. Та же акварель она себя ведет по-другому. На бумаге делать нельзя. Значит, на чем надо делать? Это я срез бивня мамонта. То есть белый срез беру. Это значит, краска должна либо впитываться, либо как-то держаться. То есть это технологии уже пошли. Это мне понадобилось много лет, чтобы найти эту технологию. Графические работы получаются. Потому что там берешь иглу, начинаешь гравировать, так как я художник-график. Это получилось сразу же. То есть я портреты рисовал. И здесь даже в этой экспозиции есть портреты художников, поэтов, там известных все. Очень маленькие, хорошие портреты. Но дальше я уже пошел, начал делать объемные портреты. То есть портреты-борельефы. То есть смогу ли я сделать, так как я занимался резьбой по дереву, по гипсу и так далее. То есть большие работы я умел делать. Думаю, попробую эти же навыки приобщить куда-то на микроуровне. И первая работа, которая получилась, это был портрет Достоевского в половинке вишневой косточки. То есть уже и звучит вроде красиво, уже и косточка какая-то здесь, понимаете. И вот этот образ, он получился интересным. И я его отнес в музей Достоевского, естественно. Там директор как-то посмотрел и отнесся к этому с большим интересом. И эту работу мы выставили именно там. А раз первая работа есть, и мы увидели, что все посетители с большим интересом ее смотрят. И он говорит, давай сделай что-то еще. И так и пошло, и пошло. То есть экспозиция стала расти. Я думаю, что я тебе скажу, что все было гладко, все было в понимании. Ну, нет, конечно. Дело в том, что и я сам до конца не понимал, что я делаю и нужно ли это. Понимаете как? Когда у тебя семья. Семья – это ответственное дело. Когда у тебя есть дети, их надо кормить, нужно что-то делать. А я был художник-оформитель, то есть я много чего мог делать. Оформление, допустим, в фойе, в каком-нибудь кинотеатре там или еще. То есть вот такими делами я тоже занимался. Вот как художник. Делал из гипса, делал чеканки, резьба по дереву и так далее. То есть это вещи дорогие. Но я увлекся именно. Сирил волосинку, делал какие-то зернышки. Вот и годы шли, а времени столько потратил. И я сам не знал, зачем я это делаю. Семье сложно было, но мы пережили этот период. Жили в общежитии. То есть это жуткое дело, конечно. Ну как-то вот пережили. А потом, когда первые выставки стали, когда выставки, это не значит, что это деньги, это просто выставки. Я только это понял, что это кому-то надо. Всегда это делаешь, делаешь, держишь. Для души все. И потом только, когда уже пришло время, когда эти выставки стали уже коммерческие, уже немножко, и тогда уже появились первые деньги из этих миниатюр. Когда я начал заниматься уже работами более маленького размера, сначала я занимался с лупой, этого у меня достаточно было. Но когда я уже понял, что лупы недостаточно, я стал искать какой-нибудь микроскоп. И вспомнил, что в школе мы смотрели на разные разрезы, через микроскоп. И стал искать, и оказывается, у нас в учебном заведении были такие микроскопы. Я попросил один из них, и начал пробовать какие-то первоопыты свои. Вы представьте себе, что такое монокулярный микроскоп школьный. Изображение перевернутое. Нужно смотреть одним глазом. А это значит, проходит немножко времени, и второй глаз как бы устает. Им нужно менять другой глаз, а это совершенно другая фокусировка, и это очень неудобно. И насколько теперь я уже понимаю, что по таким микроскопам работать вообще нельзя. Зрение можно посадить очень быстро. И поэтому прошло немножко времени, и я узнал, что есть бинокулярные микроскопы, куда можно смотреть двумя глазами, и изображение будет стерео, то есть объемное. Я начал искать этот микроскоп. Где микроскопы? В медицине. И я связался с медициной, действительно, они мне дали микроскоп, но уже бинокулярный. Но когда они поняли, чем я занимаюсь, я стал им помогать. Стал помогать делать медицинские инструменты, затачивать пинцеты. Это мне тоже помогло, потому что инструменты где брать? Именно там в медицине. В Омске у нас что есть? Офтальмология. У нас очень серьезная, хорошая больница есть, где хорошие врачи, и она котируется на высоком уровне, и поэтому именно с ними я работал очень долго, помогал. Именно вот микрохирургия, по крайней мере, глаза, операции на глазе. То есть я сам присутствовал на многих операциях, чтобы смотреть, видеть, как это все происходит, чтобы понимать, какие инструменты делать. есть одноразовые, одноразовые скальпели. Я их делал тысячами. Потом пинцеты, потом пинцеты, они многоразовые, конечно, пинцеты, ножнички там. Но все это надо было затачивать под микроскопом. Делать это никто не мог, и я вот помогал. В мире была самая маленькая книга, это миллиметр на полтора миллиметра. Ну, понятно, что там без иллюстрации, естественно, только текст, и то небольшой. Но она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, и поэтому тут конкретно я поставил перед собой задачу сделать книгу меньшего размера. И тем более я книгами уже стал заниматься миниатюрными. Вот такую задачу я поставил, и сделал книгу менее одного миллиметра. Меньше. Но если посмотреть глубже в нее, то там увидим цветные иллюстрации, количество текста там на странице и так далее. Это целиком, она отличалась от всех тех, которые делались за рубежом. То есть такого уровня пока никто не достиг. И поэтому прошло много времени, и эта книга так и является самой маленькой в мире книгой. И она была занесена поэтому, потому что о ней узнал весь мир. Но сам процесс оказался проблемным, сложным попаданием в Книгу рекордов, и поэтому я больше не хочу проходить через все это, честно говоря. Все неприродные материалы я стараюсь не применять. Там пластмассу какую-то, там еще нет, совершенно. Применяю разные, значит, косточки плодовых деревьев. Разные, они совершенно разные, по цвету разные, по плотности разные. Затем уже рисовое зерношко, естественно, должно быть, потому что это как миниатюрное есть, рисовое зерношко нет, так как бы обязательно должно быть рисовое зерношко. Потому что это классика, потому что когда-то и в Индии кто-то делал на рисовом зерношке письма, там тексты есть, маковое зерно тоже должно присутствовать, потому что, во-первых, когда ты говоришь маковое зерношко, люди понимают, о чем речь, понимают масштабность. Другое дело, как это уже сделать потом, на самом маковом зерне рисовать нельзя. Оно слишком мягкое, значит, нужно как-то сделать, что-то туда внутрь вставить, отполировать, ошлифовать и на нем уже делать, но масштабность сохранена. И считайте, что это маковое зернышко в любом случае. Затем человеческий волос, опять масштабность. Не то, что на нем удобно рисовать, но ты должен понимать, что вот он масштаб, человеческий волос, и ты на нем можешь написать, нарисовать что-то, или что-то на нем сделать, на самом волосе. Сложно, нудно сидеть в одной позе, много часов, именно так все это и происходит. Но мне это нравится. А когда тебе это нравится, ты этим занимаешься, это же искусство, тогда это и несложно, и не муторно, и ничего, все остальное, конечно, все нормально. Город Омск какой-то такой, знаете, как растет здесь все, благодатная почва. Поэтому мне нравится здесь находиться, работать. И если мне что-то надо, я могу слетать, съездить, где-то побывать, но обязательно возвращаюсь сюда, в наш город, и продолжаю здесь работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!